Еще раз всем привет, друзья! Стадионного арена, город Санкт-Петербург, и вот он, финал, и Локомотив и Спартак в финале дошли до этой игры, и сегодня будут решать, кто же станет чемпионом России, безусловно, о всяких разных исторических моментах поговорим чуть позже. Сначала давайте к действующим лицам сегодняшнего поединка. Ну что, друзья, вы правильно отмечаете, что сегодня еще и команды встретятся в рамках чемпионата России по футболу большому. Ну, Спартак и Локомотив сыграют в 19-0-0, так что интересное такое противостояние получается у двух брендов. Локомотив Александра Елизарова, Мамадиев-Неконоров, Волошин и Пелецкий. Это четверка. Ну, у Спартака абсолютно бронебойная стартовая четверка. Здесь Макаров, Ишкарин, старожилы сборной России. Помимо этого, Федор Зимсков, тоже один из ее главных наконечников. И Андрей Новиков, который также является сборником. Началась встреча Волошина и Пархоменко. Тут же отражает очень непростой удар. Это так, видимо, легко получилось. На самом деле, очень неудобно шел мяч. Мамадиев. Подачи. Ох, как! Перекладина и Неконоров не попадает. Ну что ж, вот такой момент сотканный из даже нескольких, можно сказать, ошибок. Тут же Макаров бьет издалее. Да, Пархоменко не дотянулся. Попал в Перекладину, по-моему, Волошин. Вот финальный поединок как раз располагается... Ой, какой момент! Перекладина! Павленко! Павленко хорошо. Даже не подставил голову, а так зрячий выполнял. Макаров тут оказался в нужном месте. Пархоменко по бровке на Новикова. Пробивает Новиков и забивает! Забивает из-под Самохлавова. И не знаю, какие претензии там Самох предъявляет. Видимо, как будто отмахивался от него Новиков. Но Новиков и вчера такой же гол, похоже, забил. Продавил Басова. Да, ну вот так вот Андрей Новиков на радость вот этим ребятам, которые были сейчас на экране, пробивает Кошарного. 1-0. Скидка на Пелецкого. Пелецкий здесь притормаживает. Отдает уже назад. Мамадиев отскакивает. Никаноров будет бисиклета. И забивать нет. Забьет Волошин. Если не забил Никаноров, то делает это другой футболист, который побежал на добивание. Ну и давайте смотреть за этим эпизодом. И отмечу, как классно получилось еще у Бориса Никанорова раскачать оппонента. По-моему, это был то ли Раскин, то ли Чайковский. Сейчас на повторе посмотрим. Кто-то высокий. Да, Раскин. Видите, он уже прыгнул и уже ушел в другую фазу. Ну а Волошин единственный, кто побежал. Да, вдвоем уже крыли тут Бориса. Скидка на Пелецкого. Пелецкий здесь притормаживает. Отдает уже назад. Мамадиев отскакивает. Никаноров будет бисиклета. И забивать нет. Забьет Волошин. Если не забил Никаноров, то делает это другой футболист, который побежал на добивание. Ну и давайте смотреть за этим эпизодом. И отмечу, как классно получилось еще у Бориса Никанорова раскачать оппонента. По-моему, это был то ли Раскин, то ли Чайковский. Сейчас на повторе посмотрим. Кто-то высокий. Да, Раскин. Видите, он уже прыгнул и уже ушел в другую фазу. Ну а Волошин единственный, кто побежал. Да, вдвоем уже крыли тут Бориса. Вот и сейчас, может быть, попробует. Правая нога. Вот она снова. И слева. Ииии. Николай Крышанов. Вот это выдумка от Остапа Федорова. Касание было кого-то из защитников. Перерыв у нас. Отличный, интереснейший финал. Команды обменялись голами. Ну и сейчас время Soul Sisters. Нинградской области. Ну понятно, что он играл за Кристалл в свое время. Но тем не менее, он все-таки областной игрок. А какой сейф. Какой сейф совершает тут Макаревич. Подстроился к удару Земского. Но сейчас все внимание там, наверное, на Земского, который внутри с Волошиным сражается. Пархоменко опустил мяч. Но для того, чтобы забить. Вот это гол. Забивает Денис Пархоменко. Потрясающий просто удар. По точности влетает мяч в девятку ворот. И вот. Красивейший мяч. Да, и мяч просто идеально лег туда в девятку. И даже нельзя сказать, что, может быть, он был очень сильным. Но невероятно точно. Партак за счет одного мяча. Вот период выигрывает. Какая бисеклета и гол! Забивает Виктор Крышанов. Тот футболист, от которого, наверное, бисеклету можно было ждать. Может быть, даже в последнюю очередь. Но она удается. Прямо такой мощный. Кого был рикошет. Вот отсюда будет видно. Да, от головы Павленко. Ну, конечно, запишут мяч на Виктора Крышанова. Но именно вот этот. Наверное, это касание не позволило Пархоменко отразить удар. Да! Отыгрались. Отыгрались железнодорожники. Идеально сыгранно. И мяч в верхнем углу ворот. Это Федор Зимсков. Это Федор Зимсков. Человек касания. Это стандарт. Наверное. Но Нойков бросает. И Савич переигран. Идеальный удар. Это очень важный эпизод. Но момент ключевой. Забивает Мамадиев. Обводящим ударом отправляет мяч в дальний угол. И вот. Вот так. 3-3 снова. Спартаковцы устроили там целое совещание. Мы же смотрим за отличным ударом. И Денис Пархоменко здесь был бессилен. Вот отсюда особенно будет виден. Видно это хорошо. Обвел. Дениса. Теперь вообще уже, наверное, риск. Команда пытается исключить какой-то. Бессиклета. Атака 2 в 1. Получается. Никаноров забивает гол. За минуту и 16 секунд. Вот так вот бессиклета Павленко привела к перехвату. И к ответной атаке. И Борис Никаноров прошивает. Перед он происходящее. Прямо над плечом. Пархоменко пробил. Борис Никаноров. Угажается за него. И все. Новиков уже понял, что это все. Локомотив чемпион России 2020. Поздравляем команду Александра Елизарова. Поздравляем футболистов, тренерских штаб, руководства. Локомотив выиграл регулярный чемпионат. Прошел в полуфинале «Кристалл», выиграв в овертайме и одержал в итоге победу и в финале. И становится команда пятикратным чемпионом России. Догоняет «Кристалл» по количеству чемпионств. Чемпионы, чемпионы, чемпионы. Оле, 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 оле! Локомотивы! Локомотив! 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 КОНЕЦ КОНЕЦ